Валерий Седов Сергей Иванович, в Рязани начался поводкоопасный период, такой вот вопрос, какие меры применяются в период половодия? Вы знаете, я бы начал с того, что не только что сегодня мы проводим, а поводкоопасному периоду. Начали мы готовиться с февраля месяца, и когда прибыл к нам министр МЧС Владимир Владимирович Пучков, на базе нашей области с выездом в Рязанский район, в полевых условиях, было проведено рабочее заседание рабочей группы Российской Федерации, где на опыте нашей области было даны рекомендации всем областям, как необходимо готовиться к половодию. Затем было заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Рязанской области, на котором конкретизированы те задачи перед главами администрации, перед населением, которые необходимо готовиться и выполнять во время половодия. Также осуществлен облет на вертолете совместно главного управления с губернатором Рязанской области Николай Викторовичем Любимовым, и с воздуха мы посмотрели условия, которые создаются для половодия. И сегодня, конечно, уже наступил тот период, когда необходимо выполнять те задачи, которые поставлены. И если приводить в пример, буквально вчера мы провели инспекцию, так скажем, уже Сапожковского района, где перевела мост, и деревня Красная Яблонька была отрезана водой от, так скажем, районного поселка. Проведя эту инспекцию, мы убедились, что в целом глава района, глава поселения выполнили те поставленные задачи. Обеспечена лодочная переправа, созданы все необходимые меры безопасности для перевозки населения. Встретились с людьми, которые проживают в этом населенном пункте, 12 человек. В целом считаю, что меры к безопасному периоду в области принимаются хорошо. А такой момент, вот после беседы с местными жителями, были ли у них какие-нибудь жалобы или предложения по улучшению ситуации? Есть, так скажем, обращение, которое требует не 7-минутного решения. Это, конечно, они хотели бы, чтобы мост им отремонтировали, подняли, и они не испытывали уже в 21 веке таких вот ситуаций, чтобы могли оставаться в течение 10-15 дней без сообщения. А есть ли в Рязани населенные пункты, где уже появились эти мосты, которые позволяют жителям не заботиться о том, поводкоопасный период или нет сейчас? Да, действительно, эта работа у нас ведется, она ведется планомерно. В первую очередь, в этом году вице-губернатором Игорем Михайловичем Грековым поставлена задача поставить все бесхозяина мосты на баланс. Для того, чтобы можно было выделять средства из бюджета области, муниципальных образований для их ремонта, восстановления, проектирования. Ну а населенный пункт вот село Терехово, в котором также мне приходилось побывать два года назад, когда у них затоплялся мост, сейчас у них завершили строительство железобетонного моста, и они сейчас уже не заботятся о том, чтобы у них был перелив или будет нарушение жизнеобеспечения. Плюс вот Строжиловский район, у нас, к сожалению, уже сегодня отрезан опять два населенных пункта, это деревня Бутырки и Кипинская. Значит, принято решение правительством области, в этом году будет проведено проектирование проведенного моста, а в следующем году уже начнется строительство. И я думаю, что эти две деревни также через год не будут знать такой проблемы. Какие меры необходимо принимать в период половодия? В первую очередь, хотелось бы рекомендовать простые, как у нас привыкли говорить, банальные, так сказать, средства и способы. В первую очередь, не выходить на лед, не на окрепший. Я бы обратился к рыбакам. Ничего страшного, в следующем году, поверьте, будет лед, и в следующем году еще порыбачим мы с вами. Но сейчас уже не нужно выходить на лед, даже на озерах. Лед уже оторвался от берегов, и он весь уже на плаву находится. Поэтому может случиться беда в любой момент. Второе, это если детей, главное, чтобы дети не выходили на лед, не катались на льдинах. Поэтому безопасность детей взять каждой семье на свой контроль, в школах инструктировать, ну и чтобы не было, не дай бог, гибели. Необходимо очистить придомовую территорию от снега. Нельзя ждать, когда к утру придет вода. Это нужно готовиться заранее. Сергей Иванович, немножко к другим темам. После трагедии в городе Кемерово, пожара в торговом центре «Зимняя вишня», во многих городах России, да и в Рязани в том числе, началась массовая проверка этих самых торговых центров. Вот такой вопрос, сколько торговых центров было проверено в Рязани? Я бы здесь сказал не только проверка, но и профилактические мероприятия. Основой для нас, для МЧС, это поставлена задача министрам, не просто провести проверки, а организовать и провести профилактическую работу среди администрации этих торгово-развлекательных центров, среди работников, бутиков и так далее. Чтобы наше посещение не осталось на бумаге, что не работает то или иное, а именно оказать методическую и практическую помощь по действиям в случае пожара. На сегодня, если брать торговые центры, у нас проверено уже 12 торговых центров. Особое внимание уделено торговым центрам, где имеются кинозалы. Поэтому ведется плановая проверка совместно с прокуратурой. И когда эта трагедия случилась, я был приглашен к губернатору, и мы с Николаем Викторовичем обсудили, и поставил он конкретные задачи согласовать с прокуратурой. И сейчас это проводится проверка. Я надеюсь, что мы это завершим к 14-15 апреля, и все сведения будут обобщены. И тогда уже будут приняты меры не только профилактического, но и административного характера к тем, у кого есть нарушения. Такие немножко промежуточные итоги. А какие основные нарушения были выявлены при таких проверках? Банальные нарушения. Это эвакуационные выходы захламлены каким-то имуществом, какими-то столами, ящиками, ну и так далее. Также очень, я бы сказал, неуверенные знания администрации торговых центров отдельных и кинозалов по действиям в случае угрозы или возникновения пожара или другой ситуации. Также были моменты, когда приходилось указывать на работоспособность пожарной сигнализации оборудования. А за такие нарушения кто-то понес наказание? Ну, как мы с вами и выше говорили, сейчас пока промежуточный этап идет, я бы не стал выводов сейчас делать. Но прокуратурой будет принято решение, и мы также направляем предложение в прокуратуру. И я думаю, что понесут наказание все-таки те нерадивые руководители, которые, к сожалению, иногда ставят превыше всего, как у них написано в уставах, прибыль, а не безопасность. И думаю, что некоторые торговые центры будут приостановлены на деятельность до полного устранения всех недостатков. Такой, может быть, необычный вопрос. Вот может ли человек, посетитель торгового центра, войдя в него, определить, безопасным или нет? То есть какие-то вещи, на которые ему стоит обратить внимание, когда он входит в торговый центр? Я бы здесь порекомендовал посетителям торговых центров, других объектов с массовым пребыванием людей. Заходя в то или иное торговый центр, он в течение, я бы сказал, минуты одной способен посмотреть на указатели эвакуационный выход. Табличка «выход» обозначает, что это осуществление эвакуации через эти двери. Потом указатели направления движения. Они сейчас современные, в целом они яркие. И если, например, в кинозале затемнено, то они светятся. А немножко к другим важным темам, которые происходят сейчас в городе. Да, наверное, тоже не в городе, а во всей стране. Обычно в апреле начинается пожароопасный период, пал травы. Вот расскажите немножко об этом. Объявлен он уже в Рязани или нет? Да, действительно, после циклического риска половодия мы готовимся к циклическому риску. Это пожароопасный сезон. И пока зеленая травка не появилась, пока деревья, листики не появились, вот это для нас самый опасный период. И в это время, как правило, погода ветреная. Что может вызывать опасность переноса огня, как вы правильно заметили, с травы на населенные пункты, лесные массивы и так далее. Мы в свое время, в 2014 году, совместно с правительством Рязанской области, приняли такое решение, что издали постановление правительства Рязанской области и с 1 апреля ежегодно вводится пожароопасный сезон. Но пожароопасный сезон не нужно путать с противопожарным режимом. Это разные вещи. Пожароопасный сезон мы посмотрели ежегодно уже с 1 апреля, необходимо к нему готовиться. И мы его ввели с 1 апреля. Для чего? Не просто снег лежит еще, казалось бы, угрозы нет. Зачем вводить? Но у нас есть русская хорошая поговорка. Готов сани летом, телегу зимой. Поэтому пожароопасный сезон, я считаю, что он где-то уже на носу. И сейчас население, руководители администрации, организации должны понимать, к нему нужно готовиться. А такой момент, как проходит подготовка к пожароопасному периоду и как нужно готовиться людям? К пожароопасному сезону мы уже тоже сейчас спланировано под руководством губернатора. В апреле, во второй-третьей декаде будет проводиться комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности правительства Рязанской области. Затем необходимо будет, конечно, дойти до каждого человека. И это важно. Если у нас каждый житель будет понимать, что он живет не один, а живет в комплексе зданий, сооружений, в комплексе домов. Если его сосед не окосил свой дом, то беда может прийти и к нему, хотя он, казалось бы, выполнил окос травы, опашка населенного пункта. В Главном управлении МЧС России по Рязанской области создана аромобильная группировка. Это 60 человек личного состава и 13 единиц техники на тот риск, на пожароопасный сезон. И мы готовы ее перебросить в любую точку Рязанской области своим ходом или на железнодорожный транспорт. Но так как Рязанская область, самый далекий, это 300-350 километров, мы, как правило, перебрасываем своим ходом. Но, опять же, это необходимо выполнить заранее. То есть, вот есть такие населенные пункты, которые, они ежегодно подвержены, к сожалению, угрозе пожаров. Поэтому в этих районах мы создаем добровольную пожарную дружину. Сейчас очень развивается у нас в стране корпус добровольной пожарной службы, который наращивает силы и вокруг себя объединяет добровольцев. Здесь нужно подходить реально, не нужно это все забюрократизировать. Мне приходится беседовать со многими добровольцами. В целом у нас население откликается. Но добровольец не может 10-15 дней находиться в напряжении в этом. У него родственники есть, у него родные, близкие. И если он сегодня на день рождения пошел к соседу, то он знает, что он не может выехать на тракторе на этом, то, значит, другой трактор нужно главе поселения спланировать. Это все должно быть на единой дежурной диспетчерской службе записано у диспетчера. И диспетчер, не дай бог это еще в нерабочее время, ночью, должен знать, кому позвонить. Не тому трактористу, который постоянно записан в это воскресенье, а именно другому, или кто его подменяет. Это очень важно. Сергей Иванович, мы с вами начали с половодия, закончили темой пала травы, то есть такие природные катаклизмы, природные явления. Давайте, наверное, напомним нашим телезрителям о телефоне МЧС. Да, действительно, я вас здесь поддерживаю, что первично это получить информацию и провести оповещение населения. Для того, чтобы получили пожарно-спасательные формирования информацию и прибыли на помощь профессионально, необходимо звонить по телефону 101. Потому что мобильный телефон, это имеет такое свойство, даже если нет сим-карты, в любом случае можно позвонить. 112. У нас на территории области сейчас уже находится в опытной эксплуатации данная система, поэтому тоже можно дозвониться. Но по 112 на секунды будет немножко время увеличено. Со стационарного телефона 101. Поэтому вот такие телефоны должен знать даже каждый ребенок. И не нужно бояться и стесняться потренироваться. Ничего страшного, диспетчерский состав МЧС России на территории Рязанской области это воспринимает правильно и понимает. Хотя я всегда говорю, что дети позвонили и начинается там, они играются. Я говорю, ничего страшного, с ними тоже надо поговорить и объяснить им. И каждый ребенок и взрослый поймет, что этого не нужно делать. Ну и Центр управления в кризисном ситуациях МЧС России по Рязанской области в круглосуточном режиме имеет связь со всеми едиными дежурно-испетчерскими службами. Сергей Иванович, спасибо, что стали сегодня гостем в нашем студии. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова